30 фоток в инстаграме, одна в фейсбуке и пресс-релизы после матча. Это вся информация о контрольных матчах Шерифа. Подготовка к Браге проходила за семью замками. Никаких болельщиков СМИ на матч не пускали, даже видеообзора не было. Только фото. Ну что ж, работаем с тем, что есть. Гадание, она же аналитика, по фотографиям Шерифа. В первом спарринге Шериф принимал Святой Георгий. По вывеске самый сложный матч. На деле получилось легче всего. По фото можно определить капитана на матч с Брагой. Скорее всего повязку наденет Атанасиадис. После ухода Кастаньеды на поле команду чаще всего выводил Дуланта. В первом матче его не будет, так что образы правления у греческого вратаря. Он выходил с повязкой на поединок против Динамавта. Тогда желто-черный выиграли со счетом 7-0. За все четыре контрольных вратарь пропустил всего гол. А может это был и не он. Кто там знает, кого меняли в какой момент матча. В первом же товарнике успели засветиться новички. Их в Лиге Европы точно не будет, но в команде они уже обосновались. Патрик Поза бросал из аута в неизвестность. Габи Кики играл привычнее – ногами. Яхшибоев выходил на поле в хорошем настроении. Ему пророчат место в основе в домашнем поединке с Брагой. Во-первых, в Узбека верят наши подписчики. Во-вторых, форвард наколотил больше всех в спаррингах. Три гола. Позади Трауре и Басид. Абдул – еще один претендент на место центра форварда. Его дозаявил Вернедуб на плей-офф Лиге Европы. Это уже успех. Он выиграл конкуренцию у многих новичков. В чемпионате нападающий забивал много. Теперь время показать себя в Европе. Это еще один примечательный кадр. Не только томным взглядом на мяч. Лувра Бизик вернулся на поле. Словенец не играл почти полгода. С домашнего матча против Динамо Загреб. У форварда была травма. Только это на будущее. Из-за травмы Бизика не было даже в заявке на Лигу чемпионов. По матчу с Зимбру можно сделать два вывода. Янсоне нарабатывает связки стилем, а габариты басита помогут в борьбе с не самыми высокими защитниками Браги. Дальше игра с бельцами. Тут блистает Бруно. Не только игрой, еще и прической. Видимо, очень высокие скорости развивал. Адул Анто напоминает, кто сейчас капитан шерифа. На ответную игру, скорее всего, перуанец заберет повязку себе. Впервые видим еще одного новичка. Реги Лужке. Новый кумир приднестровских девушек. Таким ресницам позавидует любая. Чем ближе к Браге, тем больше секретов. Четвертый поединок против Динамо Авто. Только видео нет, даже фото. Всего лишь одно изображение в фейсбуке автомобилистов. Игру провели на тренировочном поле. Видим басита. Он постоянный участник товарников. Возможно, сменит их Шибоева по ходу матча или вообще выйдет в старте с Брагой. По итогам четырех матчей у шерифа три победы, ничья и много вопросов, каким будет команда в Лиге Европы. Все ответы 17 февраля. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...